Всем привет, вы на канале Паша Кингем Ченнел, с вами как всегда я Павел и мы продолжаем проходить игру ДРАГЕН ДРАУГЕН, то есть ДРАУГЕН, ВАЗГЕН Напомним, мы закончили на том, что нашли шляпку нашей сестры, пропавшей, да? Я в прошлой серии, которая по совместительству была довольно коротким стримом, думал, что это наша девушка, но в итоге это оказалось и странно, неважно Нас уже Алиса ждет Где она? Ага, бегу, бегу Я нашла Тедди, утес, я стою прямо над ним, под ним Что ты делаешь? Это нас не касается Девушка погибла, что мы остановились в ее доме Господи боже, Тедди, у тебя вообще сердца нет, что ли? Поднимайся сюда, Эдвард Харден, всю же минуту Прям крейсик для нас, да? Как мне подняться сюда? Руку дай Я как бы окно-то Я окно не мог Открыть, а ты говоришь, поднимайся Выглядит очень опасно Ты уж большой мальчик, не сейчас соответственно, это же не Эверест в конце, это концов Вот уж не знаю Упси-дейси Пока что игра оставляет о себе довольно Ну, средние какие-то впечатления, то есть, ну, нету Нету какого-то запала, что ли, в ней Что это? Место, где умерла маленькая Рут Ты слишком впечатлительный, из-за этого отвлекаешься, я здесь ради Бэнди, а не потому что какая-то девочка Эдвард, бесчувственный ты болван, железный дробосек, у которого нет сердца Пожалуйста, смотри на меня, когда я с тобой разговариваю На! Пожалуйста, смотри на меня, когда я с тобой разговариваю Ну? Ты стал гадким и холодным В этом своем ужасном кабинете, где с тобой годами общались только книги да клопы В мире вообще-то есть и другие люди, они не вращаются Он не вращается вокруг тебя В мире вообще-эээ Так Ты сделаешь это, если не ради Рут, то ради нас Мы должны выяснить, что случилось с бедняжкой Ты сделаешь это Блин, вместе Очень неудобно, потому что она Начинается новая реплика, но старые субтитры не пропадают Ты интуитивно смотришь Ну, как бы на верх строки, да? А получается, читаешь то же самое Так, цветы Ну, давай разбираться Уже прошло довольно много времени Разве ты не говорил, что прошло больше месяца? Можно было бы ждать, что родные поменяли бы цветы на свежие Да, может, они сами ушли отсюда Это кровь? Девочка могла бы дариться о камень головой Было бы много крови Какой кошмар Мне кажется, что-то за ним есть Можешь двинуть камень? Блин, я сомневаюсь, что он может Это кукла? Без головы Должно быть, это кукла Рус А где глава? Может, убийца и кукла обезбавливает? Постой Это булавка? Она старая, прям таки древняя, как будто из эпохи викингов Ну и мы и так находимся на земле викингов Этой булавке может быть тысячи лет, она совершенно неуместна на кукле Да какая разница, Руц мертва, а ты рассуждаешь о какой-то старой ржавой булавке Давай поднимемся еще выше, может быть найдем что-то еще Давай же, старикан, тут не далеко Ты можешь подождать, пока я переведу дыхание? На самом деле, тут так неудобно читать субтитры То, что шла ли тем же путем Бетти Или я блуждаю, спотыкаясь во тьме Тут так неудобно читать субтитры То, что, знаешь, приходится слушать английскую речь И в голове начинать переводить, чтобы глазами искать начало перевода русского Отсюда можно ясно разглядеть даже край мира Ну, нет, не край мира Так, ты прав, здесь ужасно холодно Отмышь, Мишка О, Мишка, ты, ты должен чаще гулять Надо чаще гулять с тобой пешком Значит, девочка упала вот сюда? Ты хотел сказать девочку столкнули Ты видишь отсюда, куда она упала? Ну, как бы, наверное, туда, где кукла А обнаженная порода расстояние Ну, скорее всего, вот на камень Вон, на кровавую часть Она головой ударилась и погибла Безусловно, падение такой стыды Достаточно, чтобы убить ребенка Если бы я не хотел уйти на себя Это был бы хороший способ Лететь по воздуху, словно птица И упасть на землю камнем Я не знаю, почему только что пропал звук Но он на секунду пропал Ну и, видимо, что-то Если она напала на тот камень головой вниз Смерть была бы мгновенной Эдвард, ты серьезно? Ну, ты же хотел узнать побольше Вот теперь ты знаешь больше Она ударилась головой и отлетела Где я нашел ее куклу Теперь ты довольна, Алиса? Нет, не довольна Что она вообще здесь делала? Играла? Может, она была ребенком? Дети часто играют в опасных местах? Нет, должно быть другое объяснение Давай выясним, куда ведет эта тропинка Нет, совершенно незачем У меня нет времени на эту чемпу Скорость имеет об эти все еще Что бы эти все еще Ты все еще где-то здесь Просто ты даже не знаешь, здесь ли она Может быть, это даже не ее одежда Тоже у меня шляпка и шаров Бесец прям, примета, да? Лиси, притормози, я с тобой не успеваю Кто знает, что там наверху Не стоит рисковать и упасть И что-нибудь сейчас сломать Лиси? Опаньки, Тедди Господи, не смотри, Лиси Так вот, что случилось с деревенскими жителями Они все покончили с собой Это всего лишь одно тело Давай не будем делать посвешных выводов А как насчет тех свежих могил у церкви? Там их было менее полудюжный Что же, все просто взяли и умерли? Одно не обязательно связано с другим Да что ты Это просто ужасно Почему он это сделал? Как долго он? Судя по состоянию тела, может быть, пару недель Зависит температура и влажности Конечно, но не дольше Его убили? Да не, сам Он мог и сам оттолкнуть стол Я думаю, это могильщик Он похоронил всех и покончил с собой Что-то написано? Господь прости Разве убийцы не попадают в ад? Разве не так, сказал твой отец, когда твоя мать утопилась? Зачем ты это несешь? Что она, что вообще, что она несет? Зачем она это сейчас сказала? Так, повешенный Кто он? Он из Фретландеров? Это не Йохан и не Фредерик И он слишком взрослый для Симона Саймона Симона Ты думаешь, это имеет какое-то отношение к Рут? Может, она наткнулась на этого повешенного, когда еще была жива, испугалась, убежала и... Нет, это произошло позже Почему-то я чувствую облегчение Может, он и есть убийца, и чувство вины грызли его изнутри, и он покончил с собой Это необоснованное предположение Здесь нам больше нечего делать Я возвращаюсь, пусть душа этого несчастного упокоится с миром По-твоему, он выглядит, как упокоившийся с миром? Ты что-то так оставишь его просто висеть? Ты просто бесчувственная бревна Я здесь ради Бетти Это все очень трагично, но, если честно, меня совершенно не касается Бетти, 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 все время только Бетти Тебе на других вообще наплевать? А что, если бы это я там висел? Тогда бы тебе было все равно? Ты просто помешался из-за шарфа и шляпки Пфу Пфу на тебя Это все, что мне осталось от Бетти Бетти, опять это Бетти Эдвард, этот повешенный, он тоже человек Не важно, что он сделал, он заслуживает уважения Прошу тебя, соверши хотя бы один достойный поступок Если не ради меня, то хотя бы ради себя Или ради... Ради своей Бетти Что ты делаешь? Ты же не можешь просто взять и стащить его за ноги Попробуй ослабить петлю Я не дотянусь Ты же вон умеешь лазить по деревьям Да иди, залезь и развяжи На стул его сейчас поставим Блин, я на монитор плюнулся с конца А, ты так решил Ну, как бы, понимаешь, оно же понятно, что, ну, мертвый человек кашляет, мне станет плохо Я не могу Давай ты Нет, можешь Тедди, Эдвард, я знаю Что ты сможешь Тебе довелось пережить кое-что похуже этого Началось сразу А я что, нам не покажу, что этого? Это что, слишком жесткие кадры? Ну, знаешь, уже хотя бы жмурик увидели Уже, знаешь, что-то такое накипает Находит Это радует Я не знаю Радует труп в игре Это, ну, такое Мы его похоронили Ну, и где же Фресланд Эдвардс? Прошло уже два дня Если они не вернутся сегодня ночью, они вообще не вернутся Может быть, они уехали, когда их дочь умерла? Была убита, ты хотел сказать Разве не так мы считаем? Несчастный случай, убийство, это... Ну, типа, это, скорее всего, несчастный случай Девочка могла просто упасть Может, она упала случайно? То есть, ты не думаешь, что это было убийство? Сложно что-либо сказать с уверенностью Парень мог ее толкнуть От тебя никакого толку Можем мы обсудить это завтра? Прости, я... Ты выжит, как лимон Я хоронил сегодня труп, алиса Я знаю, прости Почему ты не спишь в гостевой спальне? На диване тоже нормально Фресланды все же могут вернуться Ладно, только не приходи ко мне хныкать, если проснешься затекшей шеей Я пока не буду спать На случай, если хочешь поговорить Давай поговорим Или пойдем спать Давай пойдем спать Уже что-то... О! Теперь можно прочитать это! Ну, вот это бред! Представляешь, как это воняет? Вот, представляешь, как эта ножка, она, скорее всего, засоленная, да? Или копченая, воняет Ах... И не выкинули же Надеюсь, не ели? Что-то нашел? Кто-то пытался сжечь вот это Адресованная миссис Фрэдланд Моя дражайшая Анна Это от ее сестры, Маргарет Нет, я не стану Правда? И как же мы тогда собираемся выяснить, что случилось? Читай дальше Моя дражайшая Анна Я скучаю по тебе, очень-очень скучаю И тебя вот-вот должно родиться Я желаю, чтобы наша семья воссоединилась до того... Прошло 7 лет со дня того ужасного происшествия в шахте Неужели мы не можем убить Фредерика Йохана, забыть и простить? Я знаю, есть кое-что, что Фредерик утаил от меня Что они обнаружили и почему рассорились Их распределяет все наши связи и разъединяет Фредерик даже не разрешает мне разговаривать с половиной соседей, называя их предателями Он очень зол и полон сожалений Все это грызет его изнутри И мы... Он очень зол... Э, и мы что? Остальное прочитать невозможно Маргарет пыталась до сучасной сестры, но полагаю, что с ним сработало Письмо написано еще до рождения Симона Но с женой недавно Ну и Симона, и Саймона Ну... Симон, да и Симон будет Можно Сеня Сеня просто Сеня Там еще было одно письмецо, которое мы не могли прочитать Скорее всего сейчас оно будет доступно Блин, ты меня напугал своими шагами Я думаю, ночью будет твориться дичь Вот серьезно Игра долго раскочегаривается Я бы сказал, слишком долго Но... Этой ночью должно... Нет, не в этой спальне, не в этой Но этой ночью должно уже будет что-то произойти Ну потому что, ну если не будет, то какой же это нахрен хоррор Это просто детектив Детектив, да, со жмульками Я как бы согласен Если бы игра просто называлась детективом Но в описании игры написано хоррор 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 должен меня пугать А сурвайвл хоррор должен дать мне в руки оружие И позволить надрать задницу тем, кто меня пугает Ты же понимаешь Так, что прочитать 3 августа 1923 года Сегодня на завтрак у меня вместо чая был кипяток без сахара с лимонным соком Еще я съела бы половину яблока и кусочек подсушенного хлеба В последнее время я что-то поправилась Об этой диете я прочитал в газете Судя по всему, в Лондоне она невероятно популярна Но я ужасно голодна и мечтаю о яичнице с сосисками 4 августа 1923 года Вчера мы получили странное письмо, адресованное Йохану От одного американского джентльмена по имени Эдвард Херден Он из Ханновера, штат Массачусетс Письмо очень вежливо и написано хорошим языком Наш адрес мистеру Хардену сообщили в полиции в Уэллиссоне Когда он попросил дать ему какой-нибудь контракт в Гровике Я удивлена, что они сказали ему обратиться к Йохану, а не к Фредерику Но, возможно, это потому что нашей дорогой Маргарет Потому что нашей дорогой... А, дорогой, не дорогой, господи Дорогой Маргарет, больше нет, а мне проще ответить на английском, чем Фредерику В письме мистер Харден спрашивала своей сестре Элизабет Харден, путешествующей в одиночку По-видимому, она журналистка Представляете себе? Пересечь Атлантику, чтобы написать о Норвегии Звучит просто чудесно Если что, это... ну, о нас В письме сказано, что Элизабет телеграфировала брату из Алиссуна И сообщила, что планирует посетить Гровик Не представляю, что могло побудить ее приехать в это тихое, скучное, старое место Здесь же стало совершенно не о чем писать Его сестра еще не приехала Если бы она была уже здесь, я замучил бы ее расспросами об Америке О ее журналистской жизни и о том, как ей путешествуется Мне кажется, у нее такая интересная жизнь Надеюсь, она и правда приедет Хотя уверена, что здесь ей будет до смерти скучно Я напишу сегодня ответ мистеру Хардену Йохан небольшой любитель писать письма, особенно на английском Он согласен, что мы должны пригласить мистера Хардена оставаться у нас Если он решит приехать В конце концов, в Гровике нет гостиниц А нашу свободную комнату мы практически не используем К тому же, должна признать, гость из Америки звучит невероятно здорово 5 августа 1923 года Сегодня до завтрака я съел вареное яйцо и тост с маслом Йохан сказал мне, что я занимаюсь глупостями Мне не надо вообще худеть Тем более, что мы не в Лондоне Никому нет никакого дела В смысле, ну ради тебя Так, подожди, подожди, мы не дочитали Страничку берем В смысле? Я нажал на Д, наперевнуть страницу А Ух Серьезно? Так, это не новое, да? Нифига себе, ну хорошо Я написал мисс Нухардену и пригласил его остановиться у нас Сегодня через фьорд купить кое-что нужное В том числе, новую ткань и забрать почту Письма скапливаются в магазине Иногда мне становится страшно Кажется, весь мир просто забыл о нас 17 августа 1923 года Я дошил еще одно платье На сей раз Для себя Клиентов больше нет Никому не нужны новые платья И мы уже целую вечность не выезжали в город Я там совсем никого не знаю Да и кому нужны платья, сшитые в гровике? Если можно купить изготовленное в ателье в Алисуне Чувствую себя одинокой теперь спустя столько лет Мне так и не хватает моей милой Маргарет 20 августа 1923 года Мне кажется, Рут что-то от меня скрывает Она стала ужасно скрытной Уходит одна еще чаще, чем раньше И постоянно возвращается в испачканной одежде Мне кажется, я не возражаю, чтобы она гуляла и играла на свежем воздухе Мне всегда было жаль Что нам с Маргарет не позволяли бегать или звиться, когда мы были маленькими Рут говорит, что она просто ищет цветочки и красивые камушки Наверняка Мне не нужно так сильно переживать 21 августа Заходил Симон Принес подарок для Рут Целую плитку шоколада Он чудесный мальчик Но Фредерик будет ярость, если узнает об этом визите 22 августа Так Я спросил Рут, не играет ли она наверху у фермы Фредерика Или возле старой шахты Она заверила, что нет У меня никогда не было причин не доверять ей Но все же я чувствую, что она что-то от меня скрывает Давай дальше Как много читать то Ну этот конец Слава Богу Пока ее не было, я посмотрел на ее рисунки Какое же у нее живое воображение 5 сентября Мы получили еще одно письмо от мистера Хардена Он будет здесь в октябре, как и было запланировано Жду и не дожусь возможности наконец с кем-нибудь побеседовать Пусть даже Это всего на несколько дней Не то чтобы Йохан был плохим собеседником, но нам почти не о чем говорить Если не читать повседневную житья бытия Никаких известий о сестре мистера Хардена так и нет Если она уже несколько недель как покинула Алису, где же она может быть? Она могла конечно решить остановиться где-то по дороге Мы ничего не слышали, но в последнее время мы редко говорим с кем-нибудь из Гробика Я надеюсь с ней все в порядке Было бы ужасно, если бы мистер Харден проделал такой долгий путь пустую У Рут все тот же таинственный вид Я знаю, что она что-то скрывает На днях надо будет проследить за ней 9 сентября Сегодня в церкви опять не было службы Викарий так и не вернулся после поминальной службы в июле Йохан считает, что он и не вернется И что махнул на Гробик рукой, как и все остальные По-моему, я вот-вот слягу с простудой Ну конечно, не жрать-то, да? 15 сентября Кто-то ночью повредил нашу лодку Это уже третий за месяц Йохан, разумеется, подозревает Фредерика Я боюсь, что что-то ужасное снова Через столько лет может вырваться на поверхность Мне очень нехорошо почти весь вчерашний день Да и сегодняшний я провела в постели Рут была умничкой Она принесла мне картофельный суп и чай с молоком и медом 18 сентября Она покинула нас Нашей дорогой Рут больше нет Я не верю, что это сделал Симон Теперь его тоже нет А с ним пропала и последняя надежда Которая еще оставалась у Гробика Ага Понятненько Понятненько, что хрень произошла полная тут Так, ну и нам пора спать Давай посмотрим, что еще тут Может новенькая в комнате урод появилась И тоже пойдем спать На самом деле интересно Ну, интересно Смотри Все неспроста Вот братья-близнецы Вот, как я понимаю, это была Рут А кто вот этот третий? Третий козел, наверное, какой-то, кто братьев и поссорил Ну, потому что вряд ли это была маленькая девочка Пошли спать Так, ну, я уже по чуть-чуть готов Свадьба Два брата женились на сестрах-близняшках Они и Маргарет Тейлор Позади них дровицкая церковь Надежды и мечты Все расплылось Прах из-за козьей судьбы Как она беспалево в дверь зашла, да? Вообще Просто переместилась Так это вырезки из газет Июль 1902 года Трагический инцидент произошел в горнодобывающей компании братьев Фретланд Шахта обвалилась, трое рабочих оказались под завалами и погибли В их числе младший брат Фредерика и Йохана Парнишка с фотографией Май 1902 года Йохан Фретланд покидает горнодобывающую компанию братья Фретланд Фредерик остается владельцем компании вместе со своим английским инвестором Сентябрь Иностранные инвесторы покидают горнодобывающую компанию Фредерика Фредланд Словно бы Йохан У нас должно случиться Ага Давай понюхай и спать Положи шляпу Смотри Мы ее уже одеваем Может она где-то голая лежит? Что ты делаешь? Бетти захочет получить их обратно Я не думаю, что это хорошая идея Не сейчас, прошу тебя Я очень устал Смотри фиге у него все аккуратненько сложено Мне бы так вещи собирать Просто ну это максимально как-то не знаю, ну ладно Ну чё себе денек был, да? Я сейчас просто вырублюсь А ты где будешь спать? А, ну я еще не буду спать Мысли так и скачут сюда-сюда Не сиди долго Я звуди меня, если вы услышите, что Фредланды приехали Да Фредланды уже скорее всего мертвы Конечно, я буду во все глаза следить за всякими призраками, которые захотят нарушить твой сон Чижиц День третий Я на самом деле не посмотрел, сколько вообще всего дней в игре и сколько часов геймплея Ну давай, пойдем просто Какая разница? Какая нам разница? Я ее пройду до конца Потому что что-то в ней есть Очень нудное начало Мне очень не понравилось, как мы бегали в первой серии, хотя это и был стрим Но тут уже показали жмурик уже что-то Я надеялся, что ночью что-то будет, но нет, уже утро и ничего не произошло Соответственно, игра послала в задницу надежды Алиса! Наверху! Как-то оно... Тедди, это ты? Я что, что тебе кричал? Я только что тебе крикнул, Алиса Это ее комната? Ты вообще слушаешь? Ты что меня толкнул? Представляешь, ты живешь себе счастливой жизнью, а потом... Ничто Ничто Тьма навсегда Может здесь что-то, что... Есть что-то, что может нам подсказать, что с ней произошло Это бесполезная трата времени Эдвард, возможно, мы единственные, кто сможет поведать ее историю Это слишком мелодраматично Слушай, а в этом есть прикол Я могу помочь В субтитрах таких Когда не успеваешь читать, у тебя еще есть секундочка Ну, надо дочитать Поэтому, может быть, зря я так горблю Рут была художником Довольно примитивно Ты вообще в жизни детей встречал, Эдвард? Конечно, она не была Моне Ей же всего было восемь Это должна быть деревенская церковь Рут со всей семьей с одной стороны прихода Симон со своим отцом с другой Это должна быть деревенская церковь Так Разделенная община Она что-то нашла Интересно, где это? Пещера или шахта Возможно, она что-то там нашла Что-то достаточно важное для того, чтобы это нарисовать Ну, это же сундук с сокровищем Вы что, не видите? Драуген Ммм, это же оживший мертвец Чуть еще из тех сказок, что ты читал Как странно найти такую книгу у ребенка Ну, не знаю Дети нравятся прошилки Он кажется интересный Почитаешь еще немного? Пожалуйста Серьезно? Ну, давай почитаем Я сам заодно узнаю о том, кто это Ктуху В норвежском фольклоре Появление драугена Ожившего трупа утонувшего моряка Предвещает смерть Не, ну не ктуху, не ктуху Драуген носится по темным водам на разбитой лодке Это чудовище встает в облике мужчины и носит Жюнь Но вместо головы у него скутавшиеся морские водоросли И его леденящие души в крике превращают кровь смертных в лед Драуген обладает силой вторгаться в сны живых И если тебе удастся проснуться после такого сна, значит тебя пощадили Но кого-то близкого Не пощадили Все, хватит, это полная чушь И ребенок читать такое безусловно не должен Думаешь, Эд Драуген взял наш лодку? Может быть он где-то там притаился во фьюрде и ждет ночи, чтобы вернуться на берег Нет Мне достоят вам поэтичный сервер Чарльз Харден, мне вас жаль Ты знаешь И скорее всего он действительно там Никогда не любил таких кукол Все? Она заправляла кровать тем утром, перед тем как Или ее родители, не важно Это все равно ни о чем нам не говорит Что с тобой сегодня не так? Бетти не единственный человек в этом мире имеющий значение Для меня она важнее всех Кто бы сомневался? Ну а что она хочет? Ну как бы да, но для него она важнее всех А норм Рут так и не разрешила это Как это читается? ФОРБ Фор Баннелсон Проклятие А кого символизирует эта фигура? Жуткая такая Напоминает того Драугена из ее книги Плод ее воображения, но нарисованный ей ящик Похоже на этот ящик под столом Похоже на этот ящик под столом Реально? Давайте посмотрим Открыть его Сейчас чихну Не могу, не могу чихнуть Аааа Ладно Отпустила Это мучение, когда знаешь, вроде хочется чихнуть, но что-то не чихается А еще хуже, когда чихаешь и взеваешь одновременно Что там? Кажется, это и правда можно назвать сокровищем Это что, наверстские деньги? Что-то вроде того, только древние Монеты викингов? В плане денежной стоимости нет, но историческая ценность Их место в музее Похоже, Рут был в своей маленькой частной музее Откуда у ребенка такие артефакты? Наверное ей нравилось собирать и играть с ними Они слишком ценные, чтобы с ними играть Она должна была отдать их Взрослым Она была ребенком Для нее Они были всего лишь блестящими игрушками Постой Булавка На кукле Ну да Так вот откуда она взялась Из ее коллекции Но где она нашла эти сокровища? Если верить ее рисункам, наверное в шахте Возможно она нашла там место захоронения Но скорее всего Где бы она их не нашла, она хотела, чтобы их больше никто не нашел Думаешь, что ты узнал об этом? Не факт, что они имеют большую цену из-за тех, кто не является историком или археологом? А что если из-за того... Ведьмок узнает, что она собирает сокровища И тогда мог бы совершить ужасные вещи Ну так-то да Я думаю нам пора в шахту Вам так не кажется? Я вот думаю, что уже точно пора Все кто, я же на это смотрел Это видимо отцы Рут и Симона Возможно, они не очень сладили Выглядит, будто они хотят убить друг друга Для ребенка это могло выглядеть хуже, чем на самом деле Дети куда более прорицательны, чем ты думаешь, Мишка Тедди Я же этого не читал Тут скрыта какая-то история Ящик сокровища, рисунки Просто гиперактивный ребенок с богатым воображением Артефакты викингов она не вообразила Не стоит относиться к ее рисункам с таким пренебрежением Понимаете, рисунки могли бы быть способом борьбы с последствием тромерских событий Вот что бывает После того, как все тебе прочитают принципы психологии Тебе начинают лезть в голову всякое Ты говоришь, как будто это плохо Рут была обеспокоена Жители деревни были обеспокоены Это что, колокол? Церковный колокол? Там кто-то есть Вдруг это? Бетти С чего бы это Бетти звонить в полу Возможно, она в беде Давай, иди в жопу Все, идем в церковь Все, и... Постой, разве не должно быть невероятности Что это ты видел той ночью? Собязать осторожность Я тебе уже говорил Уже говорил Я совсем не уверен, что кого ты видел Пошли, иди вперед Я тебя догоню по пути Мне нужна минутка, чтобы подумать о... Обо всем этом Ты просто понимаешь, он так много и так озабочен о гейто сестре Что он не мог, вот... Он никак не мог бы стоять с ней разговаривать Услышав этот колокол и подумав, что это была Бетт Ну согласись, он бы сразу побежал туда А мы можем сесть, но мы сядем и порисуем Вот просто, чтобы этому, ну, Боттену жизнь медом не казалась Все, пошли Секундочку, это нам нужна была А что бы не порисовать? Она ему говорит, что ночью тебе виделись какие-то духи Он говорит, тени Он говорит, да все ерунда Возможно, мне и показалось Мне вообще нравится прикол с тем, что ты можешь на мышку тут как бы бегать Да, просто нажимать на нее Это вполне себе удобно Особенно, если много бегать нужно было Но, но Но, сам факт того, что на правую кнопку мыши тут как бы идти вперед А задерживая правую и левую кнопку мыши ты тут бежишь То надежда на то, что мне дадут ствол и я кого-то загашу тут Сводится уже к минимуму И слова сурвайвл хоррор уже приобретают тут совсем другой смысл Просто хоррор, да, сурвайвл вряд ли Ведь, как мне кажется, сурвайвл хоррор это то, что... Ну, по-моему, не то, что мне кажется, а так и есть Хоррор это то, что нас должно пугать Ой, пугать и одновременно мы должны отстреливаться от этого Все эти свежие могилы, думаешь, и Бетти? Не, я почувствовал Ты не поймешь, у нас с Элизабет есть связь Ну, или дубинкой там кому-нибудь врезать Боже, Эдвард, твоя одержимость... Ее начинает понастоящему бесить Их никто не трогал со вчерашнего дня Не знаю, как-то кому удалось пробраться миную все эти доски, но там кто-то есть Ну, давай искать Не, ну, по-хорошему надо доски выламывать Так, доски Кто это сделал? Кто-то, утративший свою веру Ушел на рыбалку? Бога здесь нет Ну, конечно, нет Бога не найти в церкви Бог в шелестке листьев на ветру В траве, ласкающий пальцем Ручей, бегущей через... Это природа, а не Бог Можешь взглянуть через доски? Сейчас, буу! Вот так звучит Видишь кого-нибудь? Нет, я... Слушай Колокол! Там все еще кто-то есть Ломай доски-то Эй! Я услышал колокол И пришел помочь Это парни у меня мурашки по коже Эти доски выглядят достаточно хлипкими, чтобы попробовать их сломать Ну, как бы... Да Поэтому ломай Вот это сейчас вообще что-то жуткий звук был Вот этот звонок Я не знаю, может тебе школу вспомнил? В школе звонок? Да-да Этой ставил Эдвардом Вот и знал, что он такой способен старичок Тихо Он взял все доски, даже сверху Ты что? Ты что? Тупой ты? Ты ученый, ты тупой Надо было снять то, чтобы так, знаешь, нагнуться и пройти чуть-чуть Бетти, ты здесь? Эй! Это Эдвард Харден Я еще свою сестру Элизабет Пойтарать Эдвард, здесь никого нет, только призраки Веревки Для чего это веревка? Колокол Можно позвонить? Это колокол, который мы слышали Я не вижу никаких колоколов Знаешь, чтобы позвонить колокол, нужно встать здесь и подтянуть веревку Да Да Но здесь же никого нет Ты же никого не видел, да? Нет Никого Призраки Я же тебе говорю, все призраки Что это? Записка Тедди, на что? Тедди, на что? А, о, перчатки Лиси Посмотри Перчатки Перчатки Бетти Она голая где-то ходит Они точно принадлежали Бетти Она их купила в Бостоне перед отъездом в Нью-Йорк В Булварде Я помню, тот день, она Она купила их вон Так, где? Из чего ей оставлять свои перчатки валяться здесь? Бессмысленность какая-то Хлебные крошки Она оставляет мне сообщение Она знала, что я узнаю ее перчатки и ее шляпку Она оставила мне след, по которым я мог бы идти словно по красной нити Ариадны Мы не в лабиринте Бетти, наверняка ставят и другие крошки Бетти, 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 ты превращаешься в такого зануду Что здесь произошло? Табличка на двери Бога здесь нет Их веру испытали на прочность, и она не выдержала испытания Разве это не пожароопасно? Они не всегда зажжены Каждая из частей реализирует одну молитву Много штук молитв Смертей тоже было немало Они считали, что это место священным И вот так разгромить его Персонажи Персонажи Это был акт отчаяния и гнева Последняя трапеза Тайная вечеря Откуда ты знаешь о Новом Завете? Я быстро учусь Там может быть все люди, не такие язычники, как ты Персонажи Гайс Там иногда было по английски написано Картина Иисус выглядит печальным А с чего бы Иисусу радоваться, да? Не богохуство Учитывая, что все это выдумки, никакого богохуства не бывает Еретик Ну просто, да, вопрос Что-то он грустненький, да, какой-то Действительно, подумаешь, руки-ноги прибили, блин, да, к дереву и нормально Прочитать Это Библия, подчеркнусь, читай Никогда не видела, чтобы ты читал Библию, я много раз читал Библию Это важный исторический документ Ибо он есть наш мир, соделавший из обоих одной и разрушивший стоявшую посреди природу Ты что, только что перевел это на старо-английский? Я знаю эти строчки наизусть Я иногда тебе сижу, удается меня поразить Так Нет, это... Так, повторно они... А это что? Церковная книга не записывает с дата рождения и смерти Значит, мы сможем выяснить, что произошло с жителями деревни Элизабет, в смысле, если она умерла Ее имя будет в этой книге Опа Вандалы, они разорвали книгу Вряд ли они достающие страницы покинули пределы церкви, смотри Зачем они их раскидали? Сколько страниц их хватает? Я начинал четыре Скорее всего, они все еще здесь То есть, давай устроим соревнования Один-ноль в мою пользу Один-один Я хотел бы, чтобы ты ее нашел Ведь я знаю, что ты жалкий неудачник Ну... Да что ты творишь? Мы же в церкви А мне казалось, что ты не веришь Бога, я верю в цивилизованность Что это? Последняя проповедь, которая здесь состоялась И о чем она была? Почерк викария трудно разобрать, а язык... Он говорит о том, что деревня была расколота на протяжении последних двадцати лет Эта проповедь состоялась в прошлом летом в годовщину трагедии Он просит пасту помочь исцелить старые раны, простить и жить дальше Что-то вроде вы сидите по разным сторонам в доме Божьем Похоже на картинки Рут Я же говорил, что она весьма проницательна Так, раскол, прощение, проклятие Раскол Звучит так, как будто Гровик раскололся надвое На тех, кто был на стороне Йохана и на тех, кто поддерживал Фрэмбрика Но мы это видели на рисунках ребенка Из-за Рут? Эта проповедь осталась раньше Нет, тут говорится о предшествующих 20-ти годах раскола и разногласий Проклятие Здесь есть еще кое-что Многие из вас верят, что 20 лет назад Гровик был проклят Но Бог не проклинал вас Вы сами это сделали На рисунках отфигурировало проклятие, как думаете, что это значит? Это значит, что они сами верили в проклятие И что им нужен был кто-то, чтобы обвинять его в своих неудачах Или что-то того И прощение Эдвард, простите друг друга Адресуется напрямую Йохану и Фредрику Интересно, были ли они вообще здесь? Помнишь фотографию свадьбы? Когда они были близкими друзьями? Как они могли допустить, чтобы их обиды вылились в... Вы называете друг друга предателями, но единственное, что вы предали, это связь, объединяющую нас Пошли Так, она могла бы уже найти, на самом деле, все эти записочки оставшиеся Но теперь всё, всё, 2-1 Нашёл ещё одну? Осталось найти одну страницу Она не ищет, а ей плевать Хотя она прямо перед ней, да, лежит? Возьми, она здесь А вот тут много уже убитых 2-2, ничья, молодец Стою на 3 Лиси, перестань, это не игра, где-то там Бетти Ооо, да ну что за чушь, ты ужасно томил, ну дети Эдвард Бетти, 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 ты когда-нибудь перестанешь найти свои драгоценные Бетти? Действительно, заколебал Помнисти страницу обратно в книгу, и я перестану пытаться тебя подбодрить Чё, есть она? Эта книга уже много лет В ней записана дата рождения и смерти Вот 3-й брат Фретландов, тот, что умер в пещере Кто-то дописал слово Причем кажется, что довольно недавно Напомню, что это значит проклятие Это слово встречается по всей книге И не только рядом с теми, кто умер в пещере, но и у других, кто умерших за последние 20 лет И в Рутс Мингохрут их проповеди упоминается проклятие Как думаешь, что это значит? Не знаю, здесь зафиксировано на удивление малородившихся Как бы деревня маленькая, возможно в этом они тоже винили проклятие Да скорее всего Они чем склеили, кстати, их Посмотри сюда Много проклятов Рут Эльза Фретланд, ее похоронили на кладбище А следующая запись Симон Фретланд А вот это уже интересно Симон мертв? Ооо, это ужасно Он утонул через день после того, как умерла Рут Отопился? Вряд ли это совпадение, видишь ли? Видишь, это нацарапано напротив его имя Морт? Убийство Кто его убил? Отец Рут или та толпа, что разгромила магазин? Тут не сказано А после гибели детей, полдюжины смертей за одну неделю Прилятие Оно указано в качестве причины смерти для каждого высокого Может здесь и правда не обошлось без проклятия Примитивное суеверие, но после смерти Рута и Симона Что-то явно изменилось, и это может объяснить, почему здесь никого нет Эдвард, если оно всех убило, то что это как непроклятие? А что это за слово, рядом с именами сам внизу? Фуррррдр Эдвард? Что случилось? Последняя запись. Она пуста. Там нет... нет имени алиса что если это не значит что она она не она не умерла это просто этого просто не может быть я бы почувствовал почувствовал бы я должен видеть могилу это не быть она жива эти ты куда не оставляй меня какую могилу ты видеть где она лучше бы тебе не быть здесь быть я тебе никогда этого не прощу я ее не вижу они все одинаковые и чувак все нет же ничего больше может может этот свеженький до стопудово надо ну конечно вот это она ты чё копать будешь без имени что-то делаешь совсем спятил эдвард остановись слава богу это не она не бэти это это не она у эдвард что ты наделал больной ты ублюдок я это не элизабет я так боялся ты просто чудовище но я должен был убедиться если бы эти было к черту с твою бэти она хоть раз провела по тебе хотя бы одну резинку не говори так моей сестренке а то что что эдвард что ты делаешь начнешь нас игнорировать изгонишь нас ты всю свою жизнь бегаешь за ней успеешь ли ты сделать хоть что-то полезное за то время которое тебе осталось а почему она сказала нас замолчи просто оставь меня в покое ладно я так и думал лисе алиса выдумал ее вернись не оставляй меня пожалуйста вернись я ты мне нужна ну я на самом деле просто хотел превьюшку сделать так но это немножко не то короче она пропала и мы наверно пойдем ее искать глянем церковь не в церкви и уже нет да не не точнее церкви надо искать ладно сколько у нас времени прошло о самый раз я предлагаю найти алису уже в следующей серии игра наконец-то начинает набирать обороты до концу третьего дня собственно игры самой интереснее интереснее мне кажется это алиса и есть его сестра может быть и его сестра уже мертва почему козел уже который день вот там вот стоит никуда не уходит три дня подряд да и хрен бы с ним он же на то и козел давайте так поддержи видос лайком подписывайся на канал на мою группу вконтакте на instagram twitter discord все ссылки в описании всех жду всем спасибо за просмотр всем пока